Это не тот случай, когда в цирке под садной сидит человек, да? Это случай из серии «Не могу молчать». Просто я был свидетелем в прошлом году, позапрошлом, как стихи вот тут рождаются, вот прямо вот там у ворот, а заканчиваются на Чкаловской. Это мой школьный товарищ, я их встречал в аэропорту, приезжали к другу, который летчик, на Чкаловской живет, а здесь работает моя дочь. Мы заехали, что-то завезли или забрали. Я говорю, ну ты же стихи пишешь. Он говорит, выхожу покурить на площадку, и там у меня стихи получаются. Я говорю, пойдем, тебе тут все расскажут, покажут, экскурсию проведут. Он, ой, не-не-не, там же могут не дождаться, там же все уже готово. Ну ладно, уехали, уехали. А потом, значит, на следующий день, вот, и он написал эти стихи на сайте стихи.ру. Зовут его Владимир Рисбрихт, он из Сибири. Ну как получится, потому что это абсолютный экспромт. Вот я вспомнил, и думаю, надо, наверное, с людьми поделиться. Значит, стихотворение называется «В двух шагах от кичливой столицы». Ну Собянин, наверное, простит, он сам из Сибири. Давай с Сибири, с Собянина посадим. Да. В пироги стыли. В двух шагах от кичливой столицы, Подмосковье. Ноябрь простыл. У друзей здесь чуть рыжие лица. В двух шагах от кичливой столицы. Нынче вот у Цветаевой был. В двух шагах. А другая планета. Воздух режет. И рожи милей. У прохожих. И синька рассвета. В двух шагах от рекламного света. А Москва. Да и пес бы друг с ней. В двух шагах. Небольшой городишко. Деньги жгут. Опьяневший карман. Вечер. И примеряю картишки. Я с судьбой в небольшом городишке. За столом обнуляю стакан. В двух шагах от кичливой столицы, Подмосковье. Исход ноября. У друзей здесь чуть рыжие лица. В двух шагах от кичливой столицы. Был и не был. Светаева я. Спасибо.